Направление обучения не приговор. 1 сентября в Петровском парке студенты САФУ и СГМУ в очередной раз доказали, что медики могут быть талантливыми аниматорами, а математики отлично разбираться в истории. Факультатив – ежегодный праздник студенчества, дающий первокурсникам возможность найти себя в невыбранной профессии. Творчество в людях есть всегда, и когда у человека что-то горит, он находит время на это. И это не мешает учебе, это наоборот способствует развитию воображения каких-то творческих сил, разума. На площадках факультатива разместились самые активные студенческие организации. Их участники стремились привлечь внимание первокурсников рассказами о полученном опыте и приглашали вступить в свои ряды. Что могу посоветовать, что это очень интересно на самом деле, что из года в год за эти три года я узнал невероятное количество информации, пообщался с большим количеством людей, очень опытными. На сегодняшний день в САФУ работает более 20 коллективов, в которых студенты могут заниматься музыкой, танцами, различными видами спорта. Кроме того, активно действует студсовет, научно-студенческое общество, стройотряды и добровольческие организации. Мы ездим в детские дома, вместе проводим программы с детками. Они могут как развивающие, так и развлекательные. Мы танцуем, рисуем с ними. Ездим в социальные центры для пожилых людей. Мы проводим для них тематические концерты и радуем их своим вниманием. Ездим в приюты для животных, помогаем животным, проводим различные акции по сбору помощи для всех наших подопечных. В основном у нас все члены нашего объединения – это студенты, которые горят и которые хотят помогать людям. Парни и девушки в необычных средневековых костюмах – члены организации «Двинской град». Один из ее активных участников – Егор Мацканюк. Для него самое важное в студенческих объединениях – дружеская атмосфера и живое общение. Студенты у нас вообще самые активные люди, потому что они не ограничены работой в временных планках, у них больше энергии, больше активности. Вот чем мы занимаемся – это когда люди один на один, команда на команду, выходят в железных доспехах и по каким-то определенным правилам начинают друг друга упасить. Факультатив собрал самые яркие, непохожие друг на друга объединения. Однако некоторым из них еще предстоит найти друг друга и поработать в одной команде. Я знаю, что в САФУ полно ролевиков, любителей восточной европейской средневековой культуры, любителей и мастеров поразмахивать катаны. Вот их мы как раз ждем, пусть придут и проверят свои навыки. В этом году факультатив объявлен супергеройским. Именно эта тематика заинтересовала студентов и заставила их провести дождливый день в парке. Главный ведущий – «Железный человек». Кто он без своей брони? «Железный человек» учится в Северном государственном медицинском университете на четвертом курсе на лечебном деле, а также работает в волонтерском корпусе молодежного культурного центра «Луч». То есть все свои. Михаил Косарев, Анастасия Вальц, Сергей Зимских, Дмитрий Коротов, Медиа-центр САФУ, Арктический мост.